Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас с вами запрограммирован диалог беседы по поводу различных информационных вопросов, которые можно решать как на уровне прихода, так и на уровне какой-то общественной организации. Продолжение следует... Продолжение следует... Кого вы представляете? Приходы, организации, сами лично от себя, в общем. Продолжение следует... 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 И найти лидера, молодежного лидера, это непросто Потому что это должны быть какие-то задатки Задатки человеческие, характера И люди, которые приходят в церковь, ну нужно сказать, это далеко не все лидеры Это нормально Поэтому мы здесь, конечно, уже исходим из того, что сейчас уже на каждом приходе есть молодежь Есть священники, которые также ищут вот эти пути Сформировать какое-то молодежное движение на приходе И мы помогаем в данном случае уже священникам, настоятелям У которых есть также в штате молодежный работник И мы им показываем какие-то способы работы с молодежью, которые они могут у себя практиковать То есть в данном случае есть какие-то задачи у нас, конечно, по поводу роста Но есть и задачи, связанные просто с тем, чтобы мы могли поддерживать динамику Уже в тех структурах, которые уже существуют И здесь, скажем так, что у нас сейчас идет работа уже по формированию Движение связано с военно-патриотической, наверное, работой То есть здесь мы видим какие-то перспективы, такие проекты строим и ведем работу Но это не связано, может, так уже с именно зимней школой Мы будем об этом говорить Это работа, которая уже ведется в течение всего года А зимняя школа, это прежде всего, конечно, передача и опыта И передача какого-то методических знаний И для того, чтобы люди, приходящие новые Дело в том, что в этом году, ну, скажем, состав школы обновился на 90% То есть это показатель определенный То есть наша задача, чтобы у нас не были ученики одни и те же А чтобы постоянно приходили новые люди И эти новые люди, они видели что-то, что они могли бы делать И уже на приходах, которые сейчас уже есть Где молодежь собирается, они могли это уже как-то применить Но это во многом зависит, конечно, уже не только от молодого человека Но и также от священника того или иного прихода Я благодарю Бога за то, что так происходит Потому что, ну, это отрадно, это видеть Потому что, когда видишь, что в церковь приходит человек У которого горячее сердце, и он ищет Бога То это самому дает силы Потому что, ну, в нашей жизни мы всегда склонны к какой-то атрофии Что вот у нас теряются силы, нам становится тяжело И нам нужна какая-то поддержка Конечно, молодой человек, он часто является таким, ну, звездочкой Которая нам вселяет какую-то радость То есть психологически, конечно, это нам самим Это отрадно и хорошо Ну, здесь, конечно, хотелось бы им пожелать Этим молодым людям, чтобы они вот эту горячность Имели всегда, чтобы они эту любовь к Богу сохраняли И чтобы в жизни, которая, ну, сложная Которую все мы претерпеваем Они помнили о опыте своем первом церковном О том, чтобы вот этот приход, в данном случае, какой-то более активный в церковь Дело в том, что я так понимаю, те люди, которые приходят в зимнюю школу Это люди, которые хотят что-то делать И это очень важно Дело в том, что, ну, есть такой принцип, что если человек в церкви не делает, он охлаждается То есть, ну, это такой принцип еще термодинамики можно вспомнить физически Что для того, чтобы система развивалась, жила, там должно быть движение какое-то Если нет движения, все остывает Так оно и здесь, что молодой человек, придя в церковь, он должен все-таки что-то делать И одного богослужения, скажем так, это недостаточно Потому что жизнь христианская, она состоит из многих частей И богослужение — это кульминация нашей жизни И как богослужение нужно себе подготовить жизни повседневной И эта повседневная жизнь, она включает в себя много элементов Ну, прежде всего, в данном случае, это, ну, нужно делать добрые дела Поэтому одно из направлений, о котором мы говорим в рамках нашей школы Это деятельность, социальное служение Какая-то благотворительная работа И здесь людей молодых, это, конечно, ну, скажем так, вдохновляет Дает им какие-то силы Но мое пожелание основное — это то, чтобы они предлагали труд Это принцип, который очень важен в аскетике Но принцип важен вообще просто в человеческой жизни Бог, он дает силы тому, кто трудится То есть, если человек ничего не будет делать, он ничего не получит от Бога Это очень важный принцип, и это очень важно уяснить молодому человеку То есть, молодой человек, он должен трудиться Трудиться в своей жизни Он должен, скажем так, хорошо учиться Он должен найти работу, где он мог бы работать Он не должен сидеть сложа руки Нигде, ни в жизни светской, ни в жизни церковной И именно когда он будет занимать такую активную позицию То есть, я хотел бы пожелать, чтобы молодой человек всегда занимал активную жизненную позицию То он будет встречать именно в своей жизни элементы божественной помощи Только так с этим можно встретиться И эта жизнь реальная Когда он будет встречаться с реальными трудностями, какими-то искушениями И в этих искушениях он будет ошибаться У него будет что-то не получаться И он будет ощущать свою немощь И будет в этом немощи вызывать Богу И он поймет, что такое благодать Божия И он ее ощутит И поэтому молодому человеку я желаю, чтобы он эту свою духовную жизнь реализовывал Чтобы эта духовная жизнь его наполняла и делала счастливым В информационной подготовке никакой не было Здесь есть опасность и боязнь Почему руководство боится, собственно, начинать эту информационную подготовку Люди боятся заранее проиграть эту войну То есть к моменту начала события мы уже якобы потеряли позиции Вопрос спорный И всегда остается открытым Ну, как угабли это быть или не быть Тот, кто не делает, не получает никаких оплевух И никто его и не критикует Потому что не за что критиковать Не за что человеку обсуждать Моя позиция, что нужно В определенном образом начинать подготовку события Чтобы в позитивном ключе ее выиграть Я пришла сюда узнать о каких-то, возможно, новых формах работы с молодежью Чтобы в свою очередь организовать эту работу у нас на приходе У нас очень много молодых прихожан Они очень активны И чтобы направить их энергию, так сказать, в правильном русле Очень интересные лекции проходят Очень интересные преподаватели В принципе, узнала для себя очень много нового, интересного Замечательное мероприятие Думаю, надо почаще его проводить Ну, я думаю, немалую роль играет работа самой епархии Она очень много уделяет внимания работе с молодежью И это, как любая работа, не проходит даром Поэтому молодежь откликается на это И, собственно, для этого и я здесь Чтобы привлечь новую молодежь Какими-то новыми формами работы с ними на приходе Потому что то, что как бы подходит бабушкам Не подходит, не всегда подходит молодежи И не всегда бывает им интересно Ну, как-то так Ну, я думаю, что молодежь тянется сейчас к Богу Потому что без Бога жизнь наша пуста И поэтому и молодежь это чувствует И немалую роль здесь играет работа самих приходов То есть это молодежи интересно В нашем приходе, например, очень большая работа с молодежью ведется Это и паломнические поездки Это и работа воскресной школы И дети ставят спектакли Ездят по больницам, по детским домам выступают На праздники ставятся спектакли Разыгрываются сценки Все это у нас активно эта работа идет И, соответственно, привлекается новая молодежь То есть эта молодежь приходит рассказывать там в школу Как они интересно провели Приходит из-за любопытства, может быть Но тоже втягивается в эту активную приходскую жизнь Думаю, работать с молодежью надо Надо искать новые формы Пробовать что-то новое Может быть не все пойдет Может быть что-то не пойдет Но работ проводить нужно Когда информационное молчание Оно, в принципе, оправданное Потому что когда Патриарх приезжал в город Лугоград Был строжайший запрет От информационных служб На молчание Нужно было молчать, чтобы мы не анонсируем Белест Патриарха В целях безопасности В целях эффекта неожиданности Еще там чего-то Хотели бы такой информационный Сюрприз добиться Но здесь цель была именно в сюрпризе Поэтому предварительный анонс был как бы неуместен Ну, сами понимаете Патриархов президент Делает новогодние обращения Где-нибудь из глубинки Приезжает в дом какой-то бабушки Ну, все вау Прикольно Никто не ждал Патриарха сразу после взрывов Поэтому его приезд Он как бы изначально Был нацелен на эффект неожиданности Поэтому здесь как бы Информационная подготовка была нецелесообразна Как могла бы выгодить подготовка строительства собора Я могу предложить свои варианты Я пришла с вас целью что-то для себя познать новое Увидеть, сделать для себя какие-то выводы Научиться чему-то Очень хотелось бы познать себя больше Узнать, что значит быть верующим человеком Также мне понравилось Я бы хотела бы сюда еще ходить Общаться с людьми, с православными Это очень хорошо Я, да, для себя каждая встреча Сколько здесь я бывала Каждая встреча, да, для себя что-то новое узнает Мы узнаем, что такое волонтерство Мы узнаем, что такое литературный клуб Как общается православная молодежь, культурная молодежь Здесь обучают культуре И очень было бы полезно выходить сюда Православной молодежи Да, здесь люди очень воспитанные Ребята воспитанные Здесь обучаются культуре Общению, духовному общению Также налаживают контакт И так вот Также они передают всю информацию на приход И также эти же люди с прихода приходят Им очень интересно узнать, что такое Общение с православной молодежью Я надеюсь, что эта школа И те ребята, которые ходят сюда Они привлекут как можно больше молодежи Меня это очень радует Потому что в нашем мире очень жесток мир И молодежь тоже жестока И те, кто приходят сюда Значит, они идут Они хотят научиться чему-то хорошему, доброму Общению, добру Также по отношению к своим близким Милосердию, доброте Делать какие-то добрые поступки Помощь другим То есть помогать друг другу И допустим, для себя Вот что я раньше не знала Узнав тут И очень хочется делать Очень много добра для других И хотелось бы научить Это православную молодежь Чтобы дети Особенно которые сейчас подростковые Которые не ходили бы ни в другие заведения Которые учат их Не культурному А наоборот Чтобы они ходили в храмы Участвовали в школах Ходили по все эти мероприятия Учились добру Потому что здесь очень хорошие воспитатели Учителя Которые всей душой вкладывают в нас Пытаются нас приучить Привести к вере Я с огромным удовольствием Иду сюда Господь дает мне силы Чтобы Преодолеть все препятствия Которые идут И я с большой радостью Иду сюда Потому что Я очень полюбила это место Этих людей Всех людей Которые меня окружают И мне бы очень В дальнейшем хотелось бы Со всеми общаться И научиться И познать все Что я не знаю И хотелось бы так же Общаться со всеми Вот И И учителя здесь очень хорошие Так же бы Вот хотелось бы И в дальнейшем Общаться И познавать Все глубже и глубже Больше и больше Со всеми Общаться И главное Чтобы Как можно больше Шло людей Особенно молодежь Чтобы у нас была Культурная Воспитанная молодежь Вы должны понимать Уровень Этих людей Как твоим мамочкам Ответить ему этот вопрос Что такое пост В период духовного очищения В период духовного очищения В избежание каких-то поступков Они пост не соблюдают Такой Физический Как Но они должны Как-то внутренний Соблюдать Вот Кать Очень трудно будет тебе Писать эту статью Ответ на вопрос Что такое пост Полезная диета Это Я в первый раз И отец-настоятель Я сам попросил Сюда прийти Потому что Мне было интересно Втреться с новыми людьми С молодежью Пообщаться Узнать новое Потому что У батюшки Не всегда достаточно времени Чтобы провести Целую лекцию Там на два На три часа Между Прихожанами храма И поэтому Хочется Поглубже Узнать Что думает Вообще Благоградская молодежь Что думают Батюшки Которые у нас Тут ведут занятия И что думают Профессора Которые преподают Здесь семинары Собственно Вот это вот Я получаю Каждый день Получаю Такие взрывы эмоций Вдохновения От посещения Этих занятий Ну вот сегодня Допустим У нас было занятие Правда У него немножко Опоздал Про пиар Пиар кампании По поводу Своего прихода То есть Праздники Которые вы организовываете На своем приходе Как их донести В массы И привлечь Помимо своих Прихожан В храме Привлечь Другую аудиторию Вот собственно Это новая информация Которую в принципе Мы сейчас И будем осваивать В храме Потому что нам Необходимо Увеличивать Объем прихожан Ну это просто Необходимо Для жизни храма И для церковной жизни У церковляющихся людей Вопруг храма Это есть Очень хорошая Позитивная тенденция Потому что Среди мира В котором мы живем Очень Такая Сложилась Негативная ситуация И мнение По поводу Веры вообще По поводу Православной веры По поводу Количества храмов Количества батюшек Их неправильного поведения И вот эти все мифы Которые в головах людей Их надо рассеивать Непосредственно Примерами Прямо На месте На месте служения Службы батюшек Как бы Приходствует В свою жизнь Закон Обязательно Нужны Потому что Ну вот Для меня Как человека Первый раз Пришедшего Это открытие В следующем году Если Бог удаст Я приду Второй раз Потому что Для меня Это будет Переоткрытие То что я услышал В этом году Я не Уже Это будет для меня Проработанная информация В следующем году Я услышу что-то новое Может быть Даже на той же самой лекции И новым людям Сюда Обязательно Поважно Приходить Потому что Это опять же Это рассеивание мифов Вокруг Церкви Вокруг людей Которые работают В церкви Живут В церкви В церкви В церкви В вере Вот Это мое мнение Ну вот Это наверное То что я говорил Да Немножко До того Каждая лекция Которая для меня Вот там Семинар Каждый Семинар Который проходит Здесь Это для меня Как взрыв Новая информация Потому что Это ограничено В своем умышлении Да И я могу Видеть только Какую-то часть И когда Начинает профессионал В своем деле Рассказывает Какую-то другую грань Которую я вообще Не знал Для меня Это взрыв Сознание Я надеюсь Что для остальных Это выглядит Так же И это нас сплочает Потому что Эти идеи Мы начинаем В классе обсуждать Знакомиться Действительно Сближаться Вот с теми Кто пришел На этот семинар Знакомиться Обсуждать эти идеи И они как-то Прогрессируют Внутри нас Это очень позитивно И это естественно Сближает Вот эту группу Которая сегодня Занимается И с летом Будет там занятие Это Тем более в лагере Там при костре Да Будет открытый воздух Будет еще Как бы Такая неформальная ситуация Обстановка И можно будет общаться 24 часа в сутки И как бы Не прекращать беседу о Боге Что нам Собственно и полезно Вы должны Подтянуть к чему-то Ваш антитезис Вот то что мы проговорили Это как раз таки Пост Это диета Раздержание Пассива Это разве На этот вопрос В какой-то мере Да Подготовка к празднику Можно выше Мне кажется Вы недооцениваете Свою аудиторию Можно выше Что? Подготовка к празднику К Пасхе Как вариант Да Ну для мамочек Как вариант Да Можно там Но вот видите Я же говорю Что каждый из этих ответов Он в принципе Имеет право на существование Его можно раскрутить Определенным образом В этом-то и творчестве Заключается Но главное Чтобы вы поняли Очень четко Точку А И точку Г Между которыми Будут ваши пункты Дальше Переходите к следующему пункту И продолжайте свой разговор Это как бы Разговор в разговоре Понимаете? Когда вы Четко От одного пункта Следите к следующему пункту Существует еще Одна Сегодня мы побеседовали На тему Информационного сопровождения Проектов В первую очередь Рассказали о том Как нужно Сопровождать Свои Мероприятия О том Как их нужно готовить О том Что нужно Очень важно Вкладываться В первую часть До того Как событие Было совершено Вот уже В этом момент Нужно Начинать работу О том Что нужно Участвовать В подготовке Самого события Во второй части Мы поговорили О написании Эссе Дали Практические советы Сотрудникам Храмов О том Как Подойти К написанию Текста Как Составить Этапы Вот И не Сбиться В Написании Темы В конце Поговорили О составлении Пресс-релиза О том Как его Граммитно Составить О том Чтобы журналисты Его Приняли Правильно Поняли Ваши Мероприятия И Пришли на него И написали О нем Молодежный отдел Градской епархии Делает очень важную работу Собирая Активных Людей Которые Затем На своих Приходах Смогут Создавать Позитивный Образ Церкви Они смогут Выходить В информационное Поле В социальных Сетях В С журналистами Церковь Давно Уже Выходит В информационное Пространство И очень важно Чтобы этот выход Был качественным Чтобы Создавались Грамотные Информационные Поводы Чтобы имя Церкви Не страдал От таких Выходов И наоборот Улучшался Конечно Такие мероприятия Очень нужны Крайне важны Потому что Человек Не может Сам Сидя за книжками Научиться Вещам Которым Он не знает Для этого Необходимо Общаться Со специалистами Необходимо Привлекать Грабанных Людей Плюс Общение В коллективе Даст Возможность Пообщаться С своими Коллегами Узнать Что на соседнем Приходе Тоже есть Активная Работа И можно Некоторые Проекты Делать Вместе В любом В любом случае Координирующая И воспитывающая Роль Непархиальных Отделов Она Должна Выполняться Именно Для этого Они Создавались Разделить На Какие-то Культурные Культурные Направления Это Студия Культурного Ориентирования Христианский Литературный Клуб Клуб Рукоделия Есть Проекты По Доброводчеству То есть Мы Организуем Что-то Типа Группа Волонтеров Которая Помогает В хосписе И В различных Социальных Учреждениях В плане Организации Досуга Досуговой Деятельности Вот А также Есть направление Спортивно Туристическое Или просто Спортивно Патриотическое На В отношении Таких Проектов Можно сказать Что есть Планируется Сейчас Военно-патриотический Клуб Организация Вот В отношении Туристических Проектов Это Ну как Туристические Просветительских Это Походы на Байдарках Велоэкскурсия Почему Просветительские Поскольку Они всегда Носят Некий Такой Формат Все-таки Более Просветительский И Миссионерский То есть Байдарки Организуются Походы на Байдарках Организуются Как Посещение Монастырей Или Святых Обителей Волгоградской Области Велоэкскурсии У нас Также Проводится По храму То есть Не просто Какой-то Туристический Компонент Спортивный А Именно Миссионерско-просветительский Формат Вот Ну что еще Можно сказать Есть еще Также Существует Успешно Такой проект Как Диалоговый Клуб Сфера Там Собираются Молодежи Для того Чтобы Обсудить Какие-то Актуальные Темы Среди Молодежи Среди Просто Современные Молодежные Темы Вот И Собственно Сейчас Проходит Зимняя Школа Для Православной Молодежи Она Уже Не первый Год Проходит И Есть Продолжение В летней Школе Зачем Это Делается Цель Этих Школ Собрать Молодежь Выявить Наиболее Активную И помочь Ей Как-то Реализоваться В области Церковного Служения То есть Найти Себя Найти Своё Место В церкви То есть Найти Какой Образ Деятельности Чем Можно Заниматься В церкви Вот И Вот В данный момент Проходят Занятия По различным Направлениям Как правило Это Какие-то Открытые Лекции Либо Мастер-классы С подачей Практических Советов Навыков Для того Чтобы Молодежь Которая Сейчас Пришла Наиболее Инициативная Она Могла Что-то Начать Делать Допустим На уровне Своего Прихода Возможно Впоследствии Делать Это На уровне Епархии Для города Мне кажется Что Сейчас Молодежь Находясь В таком Постсоветском Пространстве Культурном Она Начинает Искать Что-то И Возможно Церковное Мировоззрение В частности Вера Неправильное Выражение Церковного Мировоззрения Вера Она Дает Много Смыслов Молодому Человеку И Философские Вопросы Которые Возникают У молодых Людей Благодаря Может быть Я не знаю Каким-то Поискам Духовным Выводят Все равно На На опыт Имеющийся У церкви То есть Церковь Может дать Ответ На На многие Вопросы Собственное Христианство Оно Дает Ответ На На Эти Вопросы И Я думаю Достойные Довольные Ответы Потому что В церкви Очень много Грамотных Умных Пастырей Которые Могут Как бы Попасть В точку С ответом Потому что Вопрошение Молодых Людей Они Не находят Ответов В современной Культуре То есть Как бы Человеку В современной Культуре Дается Масса Ответов То есть Множество Мнений Множество Каких-то Идей Но В итоге Пробуя Многое 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 Человек Все равно Не находит Ответа Этого И Он Находится В этом Каком-то Изистенциальном Вакууме Поэтому Когда Человек Сталкивается С христианством Я думаю Это не просто Встреча Это Естественно Встреча С Господом Но Человек Как бы Может найти Способен Увидеть Ответ На Свой вопрос Который Долго Его мучает Вот Может быть Это делает Церковь Привлекательный Может быть Хотя Я бы Наверное Не согласилась С позицией О том Что Молодых Много В церкви Но Тем не менее Есть Может быть По сравнению С началом 2000-го столетия Сейчас Наверное Побольше И потом Современные Люди Видят Что Современные Молодые Люди Видят Что В церкви Тоже Не одни Бабушки Много Молодых Людей Которые Стоят Может быть Даже В церковной Традиции Слава Богу И Это их Возможно Как-то Подстегивает Потому что Значит Что-то Какая-то Осмысленность В их действиях Есть И В церкви Наверное Что-то Есть Помимо Того Что Есть Просто Ритуалы Как В обыденном Представлении Молодого Человека Ну Я бы Сказала Что Церковь Она Все-таки Испытывает Сложность В общении С молодым Человеком То есть Не целиком Дает На все Вопросы Ответ И Глядя на то Как молодые Люди Очень активно И приходят В церковь Иногда Тоже Затрудняется Ну Реализовать Свою Какую-то Энергию Свой Такой Свой Потенциал Начинаются Какие-то Тоже Поиски И они Могут Быть Даже Связаны Не только С церковью Они Они Могут Быть Мистическими И в других Каких-то Религиозных Организациях Вне церкви То есть Это Худо Конечно Это плохо И Поэтому Организация Молодежной Работы В церкви Она важна Тем Что Молодой Человек Попадает В общество Себеподобных Молодых Людей И На свои Вопросы Уже Узнает От своих Сверстников Не от Предыдущих Поколений Возможно Которые Не всегда Пользуются Таким Авторитетом Для него Молодые Люди Общаясь Они В общении Понимают Друг друга В большей степени Находят Общий Язык Потому что Они Люди Одного Поколения Когда Для них Язык Которым Говорят Допустим Священники Может быть Не совсем Ясен В силу Того Что Есть Разность Культурных Слоев И разность Поколений Поэтому Молодежи В церкви На мой взгляд Необходимо Заниматься И Хорошо Что Возможность Такая Есть Молодежного Отдела Это делать И Давать Пищу Для Возмышлений Кому-то Помогать В церкви Обрести Себя Продолжение следует... Продолжение следует...